В Самаре, в полудеревянном, полукаменном доме на Шахабаловской улице, жила когда-то семья Паракофия Ивановича Ефанова. В Самару Ефановы перебрались из деревни Верхняя Заглядина, где Паракофий Ефанов был псухом. Детей в семье было много – 10 человек. А 23 ноября 1900 года в семье Ефановых родился сын Василий, о котором вскоре узнает не только Самара. Мазок стремительный и щедрый. Вдруг тонким сменится письмом. Питают кисть земные недра. Владеют небеса умом. Жили Ефановы на Шахабаловской, 131. Шахабаловская улица никогда не была в Самаре центральной. Да и какой здесь центр? Центр там у Волги, а здесь слободки, мещанские и купеческие домики. А пройти еще шагов полтораста – там уже полевая продольная, а за ней кладбище. Так что до центра здесь идти и идти. И здесь свои нравы и порядки. Но если все-таки спуститься отсюда к набережной, то там предстанет глазам широкая полноводная Волга. Там полуденная Марева над рекой и кроны Ив, как будто бы сотканные с серебристой листвы. А там дальше за Волгой деревья, которые прячутся в сизой дымке. Вечером там, над Волгой, пылает настоящим пожаром заря. Медленно-медленно садится за Волгу солнце, и от деревьев и кустов бегут по берегу длинные тени. Еще чуть-чуть, и на реку опустится ночь. А где-то там, далеко за Волгой, польется песня. Но это там, у Волги. А здесь, на Шхабаловской, своя песня. Свои певцы и припевы. Вообще-то, родное название этой улицы Сокольничья. А почему никто не знает? Кто-то говорил, мол, в честь соколиной охоты. Но им сейчас же возражали. Дескать, какая тут охота? А если что, сусликов весной из нор выливать? Мы и есть те самые соколы. И улица в честь нас названа. И на все это смотрел, все видел. И всему отзывался сын вчерашнего пстуха Василий Ефанов, который здесь, в Самаре, полюбил и волжские просторы, и неспешность вот этих вот городских окраин. Уже в школе его любимым предметом было рисование. А после школы он стал посещать дом учащегося юношества, где читали интересные лекции, где много спорили и об искусстве, и о будущем. А пока юный Василий Ефанов еще только готовится стать художником, мы с вами забежим вперед и посмотрим на некоторые его работы. Например, вот на эту. Это портрет матери. Художник напишет его в 1942 году. Ее мать звали Анастасией Тимофеевной. И она ни раз, ни два приходила на помощь сыну в самые непростые моменты его жизни. Бросала, например, дом и все дела в Самаре, и переезжала в Москву, куда он переберется из Самары в начале 20-х. А это другой портрет матери, написанный уже в 1957. Наверное, вот такой она и была. Самара Василия Ефанова. Глубокая и терпеливая, способная прощать и любить, приходить на помощь и ждать. Художественные выставки в революционной Самаре были редким явлением. Однако здесь уже существовал небольшой музей, созданный группой энтузиастов. В собрание этого музея входили полотна художников-передвижников. Выставки, как правило, устраивались вот в этом здании на Дворянской улице, куда сходились все, кто был неравнодушен к прекрасному. Это здесь, на этих выставках, Василий Ефанов увидел картины, которые сразу же покорили его и сыграли решающую роль в формировании его художественных взглядов. Поэтому, как только в городе открылся художественно-промышленный техникум, Ефанов сразу же стал его студентом. Здесь, в этом Самарском техникуме, Ефанов учился 4 года, с 1917 по 21. Это здесь он встретился с художником-декоратором Чижовым, под руководством которого занимался, и со многими другими талантливыми педагогами и однокурсниками, каждый из которых стремился по-своему рассказать о том новом мире, и свидетелями, и участниками рождения которого им выпала быть. Атмосфера, которая царила в аудиториях этого техникума, была самой творческой. Наверное, напитавшись этой атмосферой, Ефанов решил поступить в Петроградскую академию художеств, которая превратилась теперь в свободные художественные курсы. Позже он расскажет, как вместе с ним экзамен держал какой-то молодой художник, не то из Пензы, не то из Казани. Почему-то зеленую бутылку, вспоминал позже Ефанов, он покрывал красным цветом, а лимон был у него фиолетовым. Я спросил его, почему он так пишет, а он ответил, а я так вижу. Я был уверен, что его не примут, но вышло по-другому. Его приняли, а меня нет. Из Петрограда Ефанов вернулся сюда, в Самару, чтобы продолжать занятия в техникуме. Кроме этого, он учился на курсах при городском университете и посещал драматическую студию при городском же театре, где превосходно читал басни, произведения русских и зарубежных писателей, а на выпускном вечере играл в мольеровском тортюфе. Вот таким увидит себя художник Василий Прокофьевич Ефанов в марте 1942 года. Увидит в городе своей юности, в Самаре-Куйбышеве, встреча с которым произойдет годы спустя после техникума и драматической студии при местном театре. Какой была эта встреча? Кажется, это тоже можно рассмотреть на самом полотне и в глазах художника. Что в них можно различить из сегодняшнего дня? Растерянность? Страх неизвестности? Ожидание завтрашнего? А что можно различить во взгляде генерала Игнатьева, портрет которого тоже был написан в Куйбышеве в 1942 году? Решительность? Мудрость? Сожаление о вчерашнем? Глаза? Все дело во глазах, много раз повторял Ефанов. Глаза могут рассказать всю историю человека. Повторял он это и в том самом 1942, когда судьба снова забросила его в город юности. Но перед этим будут Москва и Вольная Академия Художеств. Первые самостоятельные работы и первые удачи и выставки. А в 1940 году молодой еще художник Ефанов будет удостоен Сталинской премии второй степени. Но вот в конце 1941 года художник Ефанов снова окажется в городе своей юности. Правда, теперь это был уже совсем не тот город. Теперь это был военный Куйбышев, по улицам которого ездили машины с дипломатическими номерами. А почти в каждом доме, кроме хозяев, ютились эвакуированные из западных районов страны жители. Живя в Куйбышеве, вот в этом доме на углу Красноармейской и Самарской улиц, Ефанов будет продолжать работу над картинами. А здесь им создавалась картина у постели больного Горького, над которой художник трудился в течение многих лет. Малумрак, спальни, неяркий свет лампы, книги возле постели уходящего писателя. Но одних только предметов художнику было мало. Ему хотелось заглянуть куда-то вглубь человеческой натуры. Тяжелая болезнь, нагнавшая самого художника здесь, в Куйбышеве, лишила его возможности работать над монументальными полотнами. Но совсем отказаться от мысли об их сознании Ефанов не мог. Так, на персональной выставке, открывшейся в Куйбышеве в сентябре 1942 года, появились картины «Танковый бой в Севастополе» у могилы «Товарища» и «Расплата». Здесь, в Куйбышеве, Ефанов возглавил студию живописи и рисунка, принимал активнейшее участие в обсуждении работ молодых художников. А в 1943 году, накануне полного разгрома немцев под Сталинградом, вместе с группой других художников, выехал на место боев, где делал этюды и зарисовки, позже послужившие материалом для картины «Сталинград». Молодые люди, еще не видевшие жизни, и старики, знающие о ней, наверное, почти все. Юные девушки-индианки и мудрецы с бездонными глазами омутыми, актрисы, академики, невинные дети и люди, в чьих руках были судьбы сотен тысяч соотечественников. Венеция и Флоренция – это все тоже он, Василий Прокофьевич Ефанов, человек, смотревший в глаза и видевший там небо, звезды и свою родную Волгу. А мы возвращаемся в Самару, на бывшую Шхабаловскую улицу. Здесь вроде и город, и не то чтобы город. В каждом дворе куры и гуси, корова, а то и две или три. По утрам то здесь, то там кричат петухи, а всю ночь от двора к двору переговариваются цепные псы. Такая вот городская окраина. И вот здесь-то, на этой окраине, родился, рос и набирался впечатлений Василий Прокофьевич Ефанов. Тот самый Ефанов, который спустя годы станет действительным членом Академии художеств СССР. Профессором Суриковского института. В начале 50-х ему будет присвоено звание народного художника РСФСР. А еще спустя полтора десятилетия народного художника Советского Союза. Звания и премии, выставки и награды, все это будет в его жизни. Всего этого будет немало. Будут интересные поездки, встречи и впечатления. Но где-то там, внутри, всегда будет жить Самара и Волга. Волжские закаты и петушиные переклички вот на этой Шахабаловской улице. Это тоже Василий Ефанов. Все это отзовется в его работах. И те, кому он дарит доски, вберут шершавые мазки в себя. Все эти отголоски звериной силы и тоски. С вами был Михаил Перепелкин.